Блошиный рынок под крышу. Территорию стихийной ярмарки в Октябрьском округе мэрия планирует передать предприятию муниципальные рынки. Сегодня барахольщики не обременены ни арендой, ни налогами. Соглася ли продавцы на городские нововведения или будут кочевать по Омску, выясняла Алена Бензик. Вот, пожалуйста, гильки, гантельки, ключи. На вопрос, сколько стоит, Михаил Бакеев отвечает, а сколько дашь? На уличном базаре он торгует уже долгие годы. Говорит, на барахолке любая мелочь рано или поздно найдет своего покупателя. Здесь соседствует старая утварь, одежда, книги. В одном месте собраны разные вещи разных эпох. Но предприниматели, работающие по соседству, не ценят ярмарочный колорит. Жалуются, что стихийная парковка у торговых рядов мешает проезду клиентов СТО. А антисанитария на блошином рынке отпугивает даже самых стойких. Видите, сколько народу, после нисколько мусора. Не решена же проблема с туалетом. Они все ходят за гаражи. Чиновники уверяют, барахолка и им дорого обходится. За счет бюджета здесь поставили биотуалет, бункер для мусора, оплатили даже частную охрану. Но с каждым годом стихийный базар все сложнее контролировать. С 2013 года ярмарка существует на территории у администрации Октябрьского округа. За этот период, по нашим наблюдениям, количество торгующих увеличилось примерно с 300 до 1000 человек. Сегодня торгующие занимают земельный участок площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. И количество желающих, или может быть количество ассортиментов у них товаров, он растет. Соответственно, в рамках данного земельного участка им становится тесно. Между тем, базары за рубежом все чаще попадают в туристические путеводители. Архитектор-градостроитель Илья Залевухин уверен, стихийную торговлю можно использовать с выгодой для жителей. Кроме какой-то коммерческой заинтересованности у города, то есть это аренда каких-то общественных пространств, которые могут организаторы в этом рынке или как-то там частным порядком, да, можно оплачивать свое место на этом рынке. Но в то же время еще социальная заинтересованность, то есть люди получают некую такую интересную точку в городе. Между тем, мэрия Омска уже больше десятилетия безуспешно ведет борьбу с тем, что по признанию экспертов победить невозможно. Закрытая в одном месте ярмарка неизбежно появится в другом. Стихийный рынок напоминает природную стихию, которая уже давно источник ресурсов и дешевой энергии во всем мире. Так подавлять ее или использовать – очевидный, но непростой выбор нужно сделать и чиновникам. Алена Бензик, Алексей Попов, Евгений Русенко, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.